В городе Касимов Рязанской области уже третий год хранители радуги пытаются реализовать проект либертарного муниципализма Мурея Букчина. Мы хотим познакомить вас с одним из активистов этого движения. Знакомьтесь, это Витус, наш земляк. Три года назад он уехал в город Касимов Рязанской области, чтобы строить там светлое экологическое будущее. Организация хранителей радуги, членом которой он является, обосновалась в этом городке всерьез и надолго. В 98-м году радикальные экологи при активной поддержке местных жителей сумели остановить строительство вредного для окружающей среды завода по утилизации электронного оборудования боевых ракет. Победа вдохновила экологов и они решили реализовать здесь свои идеи сепаратизма и концентрации. Мы сможем создать концентрацию, так скажем, людей левых взглядов, левых демократических, анархических. И как бы наше присутствие, и наша политическая активность каждого отдельного человека, в целом это сможет переменить, то есть коренным образом, наверное, поменять ситуацию в районе и в городе. Развитие проекта – это уже создание альтернативной структуры, это власти с дальнейшим, допустим, выходом, уже обособлением района таким, ну, в общем, сепаратизмом, можно сказать, так, наверное. Так появился проект «Касимовская альтернатива». 450 лет назад Касимов был плацдармом для покорения Казанского ханства московским государством. Теперь же анархисты и радикальные экологи пытаются превратить этот город в форпост борьбы с самим государством. Витас, Сергей Фомичев и Макс Кучинский купили в городе два дома, привели их в порядок и теперь ждут пополнения. Помимо личных комнат, здесь существуют и общественные помещения, комната для гостей, архив, кухня и общественные приемные. За свет и газ платят сообща, также сообща реализуют различные проекты. В проектах уже несколько, например, из этого дома мы хотим сделать кафе, а вот там из трех уровней стоит это здание. Кафе ходить будет? Кто? Местные жители? Местные, наши друзья, местные жители, да. То есть это будет кафе, кафе, читальня или что-нибудь такое. Витас нигде постоянно не работает. Средства к существованию добывает случайными заработками. В быту неприхотлив, не агрессивен, но и не пацифист. По убеждениям анархист и вегетарианец. Несмотря на очень скромный образ жизни, аскетом себя не считает. Желтого, хорошо, мне нравится. Я хочу быть мещанином, но мне это государство почему-то не дает жить нормально, чувствовать себя человеком. Мне говорят, ты того-то недостоин, ты тут не имеешь прав, ну ты там должен идти в какую-то армию или еще куда-то. Ну что такое, ну как тут жить и не бороться? Как настоящий анархист, Витас занимается самообразованием и самовоспитанием. Я почитаю, например, несколько страниц. Вот не знаю, буду ли проверять их с жизнью своей. Касимов – тихий провинциальный городок с богатой историей и традициями. Люди здесь добрые и участливые. Жизнь размеренная. Катаклизмы случаются редко. Если не смотреть телевизор, то можно почувствовать, что тобой никто не манипулирует. Если нигде не работать, то складывается впечатление, что никто тебя не угнетает. Касимов – прекрасное место для анархистов, потому что в таких городках легче строить светлое будущее. Такая уютность, такой мещан приятный. Мещанство может быть светлое приятное. Конечно, я думаю, мещанство – это главное. Быт, который нас окружает, как мы его устраиваем. Ведь это основное. Я, конечно, за мещанскую революцию, в общем-то.